Ну что, мы уже на месте, приехали, не знаю, может быть, многие догадались, куда я еду, но я сейчас нахожусь в Киеве, давно хотела сюда приехать, ехали мы, конечно, не совсем комфортно, мы приехали с мамой вдвоем на маршрутке, вот, и заселились в наш номер, я сейчас покажу, точнее, это не номер, это, типа, мини-квартирка-студия, здесь вот такая дверь, и здесь вот разбита на две квартиры, это одна квартира, и вот, получается, дверь, это вторая квартира наша, здесь заходим, здесь вот вешалка, там обувь можно поставить, сразу идет холодильничек, чайник, кружечки, микроволновка, чего-то один стульчик, а чего один стульчик, только был один, так, и окошко, вид у нас, а, вот еще телевизор, тут еще все такое новое, кстати, дом, это обычно жилой дом у нас получился, просто есть некоторые даже выкупленные, как вот, для сдачи, вид у нас не очень, у нас стокольный этаж, здесь вот дрова, но ничего, и кровать такая большая, тумбочки, и здесь же вот в комнате, у нас сразу со своей ванной, с туалетом, для меня это было важно, я не хотела постели быть, маленький мупальничек, кладеркало, я, здесь бойлер, ну, все, коврик есть, вот, здесь полотенечки, вот, так что мы заселились, я пока ехала, у меня уже успело сложиться некоторое мнение о Киеве, конечно, в общем, мы не были в центре, пойдем сейчас разберемся, посмотрим, но, я уже, наверное, потом расскажу, что я вообще тут себе представляла, и что в итоге у меня получилось, вот, и, кстати, номер у нас вышел недорого, я скажу, мы находимся немножко так на окраине, и это, как вот, частный сектор, здесь везде дома, и у нас только квартирный дом небольшой, я потом покажу, когда мы выйдем, хотела снять, как мы приехали, но у нас были такие тяжелые сумки, в общем, закруженные, руки просто отваливались, поэтому мы здесь такого ничего, пока что ничего не снимали, сейчас пойдем гулять, что-то будем покупать, тоже обязательно покажу, и, кстати, номер нам вышел на двое суток 920 гривен, это примерно 35 долларов, ну, все, кому говорила, что столько стоит, говорят, что это очень дешево, потому что по таким ценам можно взять хостел, где будет 8 человек в квартире, в комнате, будет общий туалет, общая ванная, в общем, нет, а здесь у нас пусть все и мини, нам на двое суток получается отлично, и кровать будем спать, так что пойдем разбираться, и беру вас, конечно же, с собой в город, еще забыла показать, что здесь еще нам тапочки вот такие вот дали, маленькие, тоже хорошо, все, все, сейчас давай быстренько собираться, ой, разбираться, и пойдем гулять, ну да, да, мы уже выбрались, вот это вот, высокий, это наш такой многоквартирный дым, вот частный сектор, мы тут идем, мама идет впереди, тепло, хорошо, да, там поднимались в горку, идем такие запыханные, ну, здесь давай помогу, а здесь с горочки, тоже домик красивый, кстати, здесь уже в Украине полностью все зеленое, все цветет, даже деревья цветут, и не знаю, это вишня, или что цветет? Вишня вот червенок, а сейчас растет, вот, тоже полностью все зеленое, у нас еще вообще голые стояли, лысые, серые, здесь уже, конечно, все растетает, так, здесь у нас такой мост, мы переходим, и буквально две остановки здесь до метро, подъедем, мы просто с торбой, вот, наверное, здесь нам сказали, на первой лесенке спуститься, вот, подъедем до метрошки, и поедем по городу погуляем, посмотрим, что здесь есть, интересно, торговый центр, может, какой, тут прям проспект вот такой, да, здесь вообще уже все зеленое, зеленая трава, прям зеленица, вот уже все деревья почти распустились, зелененькие, метро тут такое же длинное, как и в Питере, едем, едем, все вниз, вниз, длинное, да, выбрались мы отсюда, приехали, станция метро Минская, там торговый центр, тот, как у нас, и идем посмотрим, рыночек тоже, какие-то прикольные игрушки продает, посмотрим, что здесь есть интересного, вот, парк какой-то, что, мы с дороги такие уставшие, походили здесь немножко, сил нету, сейчас хотим пойти что-то купить, покушать, к нам домой, и все, поедем уже отдыхать, ой, это жесть, конечно, что у нас сегодня было, находились, ноги просто отваливаются, почти ничего не кушали, устали, сейчас Лиля сидит восстанавливает силы, если бы знали, сколько сейчас времени, что я ем, вы бы, наконец-то, сказали, ты что, но других вариантов нету, вот что Лиля кушает, это какая-то шаурма с каким-то сыром, и вот такой вот темный прикольный лаваш, не знаю, будет вам видно, не будет, в общем, очень интересно, темненький такой, не такой, как обычный белый, боже, так вкусно заходит, мы сейчас забежали в магазин, шли, тащили все эти сумки, ноги отваливаются, шея уже болит, все болит, не знаю, куда мы завтра поедем, у нас последний день, что-то будем смотреть интересное, но, конечно же, для Киева там два дня, это очень мало, хочется, конечно, везде походить, ой, вот, у меня уже, честно, нету сил, будем кушать и будем уже, наверное, отдыхать, ложиться спать, собрались мы тут такие красотки, выйти погулять, у нас уже тут следующий день, а здесь, смотрите, что у нас творится на улице, погода просто ужасная, везде дождь, а нам лети вот так вот, у нас ни зонтика нету с собой, и я в таких кроссовках тканевых, и вообще, мы просто сейчас вымокнули, наверное, постоим немного, ой, мам, смотри, цветочки вон цветут, круг такие, да, вот, видишь, мы на штамм окно, там, видишь, забор этот идет, здесь какая-то или стройка, или наоборот, какие-то руины, здесь все такие дома, как частные, здесь один большой, вот такой вот, на улице, в принципе, не холодно, свежо, но как-то мокроватенько, даже немножко антишка, у них там, вернулись мы в номер, что-то погода вообще не радует, что делать, не знаю, сейчас мы посидим полчаса, может, он хотя бы немножко спадет, вот, не такой интенсивный этот дождь, и мы как-то выберемся, хочется еще походить, потому что нам уже уезжать завтра с утра, нас как-то всегда не везет, погода плохая сейчас испортилась, ой, мам, наверное, уже утих, иди посмотри, да, погода плохая, или уже вообще нету даже лужи, что-то уже капель нету, и у нас даже интернет сейчас не работает, какие-то проблемы, в общем, так, вот сидим, хорошо, тут с утра хоть кто-то посмотрела, куда ехать, куда идти, вроде бы прекратился, я так смотрю, вы видите, у нас какой вид, мы как на нулевом уровне, вот это вот уровень земли, вот и забор, потому что тоже там, а мы как ниже здесь, что-то спиливали, все еще такое новенькое, вот, вроде бы уже нету, может, сейчас и выйдем-то, если там наконец-то, дошли мы до нашего мостика, здесь вот лифт, решили проехаться посмотреть, оп, сейчас уже у нас привезти, ой, с той стороны открылся, все, вот этот мост, и вот лифт, с этой стороны можно подняться с пустой лестницы высотной, все, туда нам пошли, вперед, целый проспект, типа, как кольцевая, или что, не знаю, а вообще, я хотела спросить, я знаю, что меня смотрят многие из Киева, кто живет, почему у вас продается только один жетончик на человека, я это не знала, дала там ей на 4 или на 5, на меня так посмотрели, только один, то есть, ты не можешь купить сразу много, только один жетон одного человека, если говоришь два, они так смотрят, вы с кем-то, тогда только два продадут, в общем, мне интересно, почему так, у нас можно купить, а тут почему-то нет, вот что мне бросилось в глаза, как мы ехали, сразу въезд, очень плясно, много бусора, сбоку дороги, валяется все, как бы, смотришь, в общем, это такие, как мини-автобусики, сейчас идем в один магазин, тоже хочу зайти в украинский секонд, в Кумана, здесь у нас есть рядом возле нас, сейчас пройдемся чуть-чуть вперед, вот, и, наверное, в Ашан тоже хочу зайти и посмотреть, вот, вроде бы, здесь идешь, кажется, так все чисто, но, на самом деле, много грязи, очень много заметно, особенно при въезде, сбоку дороги, не знаю, не убирают, что ли, вообще, вот, и плохие дороги, разваленное все, переходы, даже, если ты просто идешь, то, в общем, тоже, вот здесь вот, ну, вот, например, тоже двор, не пройти, не проехать, по Шипитару, наверное, вот, всякое такое вот, просто для примера, потому что везде, так же и в городе, и в переходах, ты тоже думаешь, уже маль, что-то так, в общем, все в яму, вот, сухо снизу, центр еще доедем, смотрю, что будет там, такого интересного, хочется, ну, как-то, на окраине, что ли, такие домики, похожи на наши, вот такие, тоже старые районы, а вот, мы уже подошли, Хумана, сейчас зайдем сюда, глянь, может, и интересная, много коллекций даже, пойдем, едем в центре уже, и вот, деревья все к цвету, листья, это, да, не интересная, деревья все к цвету, а все к цвету. ой, не Гораса Шевченко, а контрактовая площадь метро, прогуляемся там, вот, дороги тоже вообще печальны, ну, вот, майданчик, вот так вот здесь все выглядит, здесь уже, конечно, поприкольнее, поживее, но все равно, дорога даже в центре, я офигею, ямки, вообще, будешь лететь, и хана твоим колесам, Укрпочта, туда сходим, покатаемся, сюда вот такие ходят, так, отфоткались мы тут немножко, музей Медуз впереди, какая-то стройка, отель Украина, там Крещатия хотела туда пройти, посмотреть, что там, а тут какие-то ленточки продают, все бегают, Крехенко, тут получается аллея, где происходила эта битва 4 года назад, и вот-вот, мешки с песком, там все, кто погиб, много-много, здесь вот плакаты, разрисованные все, флаги, еще один мемориал, героев небесной сотни музеев, вот, ой, пока поднимешься, блин, офигеешь, да, тут в центре города разруха, вообще, пять же памятников, вся улица, а вот это, что нам перезисли за здание, ясно, идешь так, прям печально смотреть, что-то не повезло, нам хотели пройти в музей, с химерами туда, а там все перегородили, хотела, конечно, снять, думала, мне там выходят, камеру заберут, не дай бог, там все загорожено, и стоит милиция, и, в общем, невозможно нам туда пройти, какая-то акция, все, сейчас, наверное, постараемся доехать в Киево-Печорскую лапу, станция Днепро, и здесь у них вот наземная электричка ходит Днепро.